Поэтому браманы, кшатри, ващи, шудры, это не значит, что это просто гуна-карма. Они должны быть ваишнавами. И их положение должно определяться их преданностью, а не их кармическими заслугами. И это определяет Кришна. И поэтому, если мы, коль мы тут всем по ушам хлопаем, что мы здесь в сознании Кришны, и что мы тут, так сказать, преданные, то мы и должны также рассматривать здесь между собой людей. Не с позиции их кармических каких-то подвигов и всего остального, а с позиции преданности людей. И поэтому авторитеты это делают. Это не делают простые люди, неквалифицированные. Потому что они видят только их кармические заслуги. Наслаждение видят. Они хотят наслаждаться лекциями, наслаждаться чем-то. Этот дух наслаждения очень силен. Очень силен. Ибо, говорится, живое существо с незапамятных времен находится в материальном мире. И это привычка наслаждаться. Порой даже не хочешь, а все равно прет. Привычка. Везде выуживать эти чувственные наслаждения. Даже в смерти и хоть где. И от этого очень сложно избавиться, особенно самому. Самому невозможно. Говорится, никто в прошлом, в настоящем и в будущем не сможет сам избавиться. Только по милости преданных это происходит. Поэтому сейчас общество преданных это самый важный фактор взаимоотношений, развития взаимоотношений. И поэтому Санат Магасвами говорит, развитие любовных взаимоотношений с преданными, это приравнивается к развитию тех же самых взаимоотношений с Кришной. Поэтому тот, кто любит преданных, он уже автоматически любит Кришну. Между преданными, атрибутами, его окружением нет разницы. Потому что Кришну окружают только преданные. И преданные мы-то рассматриваем, вот, красивые, некрасивые, образованные, не образованные, приятные, неприятные, хорошо пахнет, плохо пахнет, что-то там такое. Есть деньги, нет денег, это неприятность. Не это является критериями взаимоотношений в преданном служении. Поэтому вот этот дух наслаждающихся, он и приводит в это состояние эксплуатировать всех в преданном служении. Под видом преданного служения просто наслаждаться плодами этой деятельности. И все хотят наслаждаться. Поэтому самой преданности под видом можно. Поэтому люди себе дома строят, машины, деньги копят какие-то, чтобы просто наслаждаться. И вводят в заблуждение какую-то неискушенную публику, которая искренняя. Но поскольку они хотят обмануться, они всегда натыкаются на обманщика. Потому что в чем обман-то? Они одно за другое принимают. И материальная природа подбрасывает таких личностей. Но тот, кто хочет по-настоящему предаться, он ищет то, что разобьет в пух и прах его невежество. Поэтому человек очень серьезный, он ищет того, кто бы разгромил его, а не того, кто бы его погладил.